привет сегодня мы делаем колье в этническом стиле и мне понадобится наша трость с птичкой которую мы делали в одном из предыдущих уроков и также два цвета глины я выбрала вот такой терракотовый и вот такой шоколадный из которого я делала сам рисунок в виде птички и нам понадобится гель жидкая пластика также помимо этого понадобится конечно шаблон нашего будущего колье у меня это вот такие кусочки и приступаем разминаем глину терракота разминаем глину и раскатываем ее в толщину где-то полтора два миллиметра это будет основа на которой мы будем выкладывать сейчас рисунок из нашего келья я возьму сразу листочек бумаги и перенесу нашу будущую заготовку на листок бумаги аккуратно разглаживаю и и теперь беру элементы начнем с самого крупного прикладываем и примерно обрезаем форму вы можете выбрать абсолютно любую так убираем излишки пластики и теперь будем работать с нашей формочкой полученной чуть-чуть слегка ее можно поправить если где-то вам кажется что она кривовато и теперь берем наши колбаски колбаски я вот ужала до где-то 7 8 миллиметров можно ужать еще меньше будет еще интереснее и нарезаю нарезаю на кусочки где-то по миллиметру чтобы колбаска не сминалась я колбаску каждый раз поворачиваю на бочок и у меня получается отрезать достаточно ровные кусочки чуть-чуть поворачиваем и отрезаем их нужно нам достаточно много для того чтобы сейчас выложить их на нашу поверхность нарезаем 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 и начинаем выкладывать как я это делаю я беру кусочки и делаю из них практически нечто наподобие мозаики выкладываю вот таким образом причем каждую следующую птичку я выкладываю в противоположную сторону то есть как бы две птички смотрят друг на друга чтобы было интереснее выкладываем достаточно плотно но не переживайте если что-то получается не слишком плотно потому что мы все равно форму сейчас и эту будем подрезать подрезать насколько у нас идет немножечко такое расширение к низу то соответственно сразу нам не удастся выровнять в идеальную форму так и заполняю полностью весь пласт вот у нас получилось теперь я беру скалочку и прикатываю поверхность выравниваю ее у нас не должно быть никаких просветов все должно слиться в единый такой пласт с рисунком который наверное даже не этнически напоминают какие-то египетские иероглифы только при ближайшем рассмотрении можно разглядеть такую птичку то есть вот такой вот пласт получился теперь я беру опять наш шаблон накладываю уже окончательно и начинаю ровно по нему вырезать для этого я теперь использую гибкое лезвие чтобы все было достаточно ровно так теперь нижнюю сторону обрезали верхушку обрезали и вверх тоже подрезали теперь снимаю беру моделирующий инструмент и слегка сглаживаю кончики если где-то мне кажется что что-то неровно я это могу тоже на этом этапе выровнять и кончики слегка закругляю и все наши обрезанные краешки тоже поправляю вот такой вот кусочек у меня получился точно так же я сейчас формирую все оставшиеся элементы колье и после этого отправлю их запекаться при температуре 110 градусов в течение 25 минут все детали для колье готовы и они в таком вот виде отправляются запекаться при температуре 110 градусов в течение 25 минут после того как все кусочки запеклись я беру кусочек коричневого цвета помещаю в экструдер беру насадку с круглым отверстием и выдавливаю колбаску колбаску которой сейчас буду обрамлять все наши кусочки так я беру гель жидкую пластику слегка наношу ее немножко растираю пальчиком и теперь оборачиваю в нашу колбаску краешки я подрезаю и все стыки заглаживаю так и вот такой кусочек у меня получается я его помещаю на бумагу на которой буду запекать и то же самое сейчас проделываю с остальными кусочками элементы все запеклись и теперь я хочу сделать крепление для каждой части нашего колье я разминаю глину шоколадного цвета раскатываю ее в пласт пласт делаю где-то 2 миллиметра то есть такой достаточно толстенький обрезаю по бокам срезаю с одной стороны беру зубочистку укладываю и аккуратненько подрезаю оборачиваю нашу зубочистку лезвием отрезаю лишнее и снимаю у нас получается вот такая вот штука переворачиваем наш кусочек наносим жидкую пластику погуще и прижимаем кусочек к обратной стороне вставляю немножко каемочки и таким образом я декорирую все остальные элементы колье после чего отправляю эти штуки запекаться при температуре 110 градусов на 25 минут заготовки запеклись зубочистки я достала из них сразу же пока они еще были теплые потому что если не достать то дерево может очень сильно приклеится к пластику и потом будет весьма проблематично достать зубочистки поэтому их достаем еще при теплом виде и вот такие элементы у меня получились в принципе их уже можно собирать но я хочу чтобы у меня вот эта рамочка была более красивая и я ее покрою глянцевым лаком мне понадобится кисточка так и глянцевый лак покрываю только вот эту оборочку коричневую заднюю сторону я не буду никак обрабатывать так как задняя сторона и так достаточно красивая ну и можно вот эту петельку чтобы уже раз она у нас тоже сделана из шоколадного такого пластика пусть она у нас тоже будет такой же коричневой и элементы я укладываю на стекло сушиться после того как они все будут покрыты и высушены можно приступить к сборке и продолжаем сборку моего колье я все же решила покрыть все элементы полностью лаком и теперь они имеют вот такой приятный глянцевый блеск со всех сторон и теперь мне осталось их собрать для этого я буду использовать мемори проволоку вот такие мелкие серебряные шарики можно взять обычный бисер либо скатать эти бусинки из глины смотря как вам нравится также мне понадобится цепочка тоже под серебро колечки замочек небольшую подвесочку буду использовать и конечно инструменты для сборки и приступим в первую очередь я сейчас должна буду вот на эту основу надеть бусинки маленькие они у меня как раз идеально подходят для данной основы и замечательно надеваются надеваю где-то порядка 20 таких маленьких бусинок и затем уже начну присоединять элементы элементы я буду присоединять с небольшим зазором то есть вот как они у меня лежат на столе точно так же я и буду стараться делать расстояние между ними фиксируя вот этими же маленькими бусинками для того чтобы небольшой зазор все же оставался чтобы детали лежали не вплотную в колье а имели небольшой зазор потому что они достаточно длинные немножко будут двигаться на колье чтобы не мешали и не задевали друг друга и я надеваю сначала 20 бусинок после того как 20 бусинок надето я беру нашу проволочку и с одного конца с помощью круглогубцев ее загибаю делаю петельку если у вас проволока не такая жесткая как у меня вам это будет сделать намного проще у меня проволочка достаточно жесткая поэтому я помогаю себе еще и плоскогубцами хорошенько загибаем так чтобы бусинки вплотную подгоняем к этому концу то есть вот таким вот образом и теперь начинаем присоединять элементы первый элемент это вот такой элемент подгоняем вплотную к бусинкам вот так вот и теперь набираем несколько бусин для того чтобы присоединить следующий следующий элемент должен будет находиться не вплотную а с небольшим зазором вот так вот где то поэтому мы как раз присоединяем где то сейчас семь восемь бусинок и таким образом будем крепить все элементы вот я надела восемь бусинок и подогнала элемент смотрю у нас есть небольшой зазор кусочки двигаются но не задевают друг друга значит зазор вполне достаточный и следующий элемент я присоединяю таким же образом по кругу то есть должен оставаться обязательно небольшой зазор между элементами чтобы они могли свободно вот так вот двигаться вот что у меня получается вплотную я все элементы положила и мы видим небольшие зазоры между элементами как раз то что я хотела сейчас я надеваю еще 20 бусинок и обрезаю лишний кончик тоже его как и с этой стороны делаю в петельку и после этого основа будет уже готова присоединяем цепочку я взяла немножко цепочки с запасом с одной стороны я присоединила теперь присоединяю с другой я беру колечко разжимаю его подвешиваю и цепляю за кончик цепи для надежности я буду использовать два колечка то есть вот одно зажимаем хорошенько и в это же звено я продену еще одно колечко для надежности аккуратненько чтобы они у нас не запутались и точно так же аккуратно и хорошо я их зажимаю вот такие двойные крепления получились и здесь и здесь и теперь нам необходимо сделать замочек для этого я примерно нахожу серединку нашей конструкции и разжимаю одно звено зажимаю его обратно аккуратненько и теперь подвешиваю с одного конца на колечко замочек с другого конца я подвешиваю белик дополнительные колечки можно не присоединять потому что цепочка достаточно широкая и за любое звено можно будет замочек зацеплять так белик я подвешиваю просто для красоты никакой особой такой значимой ценности он не несет я выбрала паучка поскольку у нас такое этническое колье можно прицепить абсолютно любую штучку можно присоединить просто бусинку или листик какой-нибудь или сделать даже какой-то элемент тоже с таким же рисунком из глины у меня это будет вот такой паучок ну и можно сказать что мое колье готово вот так вот оно зацепляется и его можно уже сразу надевать вот что у меня вышло надеюсь что данный урок вам понравился всего всем доброго хотя рано прощаюсь я еще сделала вот такие вот серьги гвоздики в таком же стиле гвозди причем у меня сделан такой сборный сама делала получается не готовая фурнитура и вот такие вот серьги у меня получились к нему большое спасибо за просмотр всего всем доброго и пока спасибо 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 спасибо